приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про восстановление танков в них будут глобальные изменения но вначале покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео если вы играете на руле и они под этим видео в конце своего комментария оставляйте никнейм для участия в розыгрыше золота комментарии должны быть не короткие больше пяти слов вот эти вот халявщики которые пишут комментарии из одного слова на что вы надеетесь как будто бы я не вижу комментарии которые выигрывают ну а теперь возвращаемся к нашей теме и выкупе танков у нас случится следующая 16 октября 2023 опция восстановления проданной техники через cpp будет полностью отключена честно говорю как есть вот вот это вот опция она настолько сделано плохо насколько это вообще возможно да она работает работает безотказно здесь придраться вообще не к чему но вот это вот в малюсеньком окошечке рулон из миллиона танков часть из которых у тебя есть часть из которых ты вообще что это за танки и ты сидишь вот этом вот микро окошечке выбираешь какой-то там танчик потом тебе зачем-то нужно писать любое сообщение что попало можешь в нем написать но нельзя отправить если ты вообще ничего не напишешь при этом эту заявку принимает бот зачем боту моё какое-то любое сообщение потому что боту скучно он хочет что-то почитать или это защита от того чтобы боты не восстанавливали танки разве бот не может написать любую кракозяблю короче общение вот именно вот в этой функции восстановить через cpp танки я вообще ничего не понимаю насколько она бездарно сделано столько лет я с ней мучился когда хотел что-то восстановить пока что там найдешь в этом рулоне который выпадает из маленького квадратика и попробуй там что-то через микроскоп найти причем там танки не отсортированы вообще по логике никак вот тебе кучка китайских танков потом что-то опять советские потом в конце опять китайские все в кучу там низкие уровни высокие акционные девятки десятки восьмерки все в одной куче и в малюсеньком окошке это худшее что вообще можно придумать и наконец-то это отключат но прикол еще в том что этим всем нужно сейчас воспользоваться пока его не отключили до 16 октября 2023 года поскольку потом мы сможем восстанавливать танки только те которые у нас после патча 1.21.1 восстановить в клиенте без ограничений по времени можно только тот прем танк который был продан после выхода обновления 1.21.1 то есть вот этот патч который сейчас вышел сейчас танки продаете и в клиенте игры их можете восстанавливать но те танки которые вы в прошлом патче продавали уже все только через эту вот великолепную заявку цпп где нужно через микроскоп в малюсеньком окошечке искать из миллиона танков свой единственный да это нужно было когда-то сделать и хорошо что хоть сейчас уже наконец-то вот это вот через цп уйдет в небытие но если у вас есть танки которые у вас были проданы когда-то давно то их нужно до 16 октября восстановить через цпп поскольку потом уже это сделать нельзя будет я лично зашел себе восстановил там какие-то т-54 1 образец вот это легендарный прим танк прима виктория боже зачем она вообще существовала столько лет я вообще не знаю 59 паттон вот это легендарная химера скрещенная с карказяблей и еще таких вот пару штук я штук пять танков восстановил остальные у меня вроде как в ангаре есть за низкоуровневые танки я даже не брался поскольку вот эти вот подошвы ниже пятого уровня я еще я не знаю зачем они существуют они ни в одной акции никогда не участвуют еще есть на них серебро тратить и что-то там выискивать в этом вот окошечке я не хочу пускай они пропадут и фиг с ними но вот высокоуровневые танки почему я их решил восстановить во первых они надо мелькают в различных коробках там новогодних осенних летних там в круглогодичных уже коробках они мелькают и надо вместо того чтобы получить за них компенсацию в золоте потому что они уже есть в ангаре вы их получаете еще раз и сидите смотрите на какой-то устаревший дурацкий танк и не понимаете зачем он вам еще раз во вторых когда-нибудь может их там апнут или что-то с ними сделают конечно наверное придется лет 20 ждать а может быть вообще ничего с ними не произойдет в любом случае когда-то они были куплены либо где-то получены пускай стоят серебро можно будет отфармить но эти танки потом уже нигде не вернешь получать их еще раз или смотреть как в них что-то там апнули или изменили но ты не можешь это показать на стриме допустим мне это не надо поэтому я восстановил там штук пять каких-то дурацких танков на которых я не собираюсь вообще никогда в жизни играть но пускай они стоят и стоят хуже от этого мне сильно не будет единственно что серебро жалко но серебро можно отфармить а вот эти танки уже ниоткуда не вернешь после 16 октября честно говоря прям слишком большой какой-то необходимости восстанавливать эти танки я не вижу но все чаще и чаще происходят разговоры слухи и новости мелькает о том что будут какие-то там балансы и ребалансы те нынешние которые происходят тут эти пару раз в год это конечно вообще с баланса мало как связано это просто для новости там циферки посовывать два раза в год это вообще ни о чем вот если реально апнут слабые танки и понерфит сильные вот это будет реально баланс хотя бы какой-то приемлемый чем то что сейчас поскольку если посмотреть на самые слабые танки на самые сильные это вообще огромная пропасть проблема скорее не в том что есть танки посильнее есть танки послабее а в том что между ними огромное расстояние прям пропасть целая и выкатившись на каком-то самом слабом танки и самом сильном заметишь что играешь вообще в разную игру также леста еще на каких-то там стримах разработчики говорили что хотели бы сделать прям танки чтобы они были в балансе для того чтобы танки покупали не по имбовости а просто вот тебе понравился танк и ты его выбрал купил потому что тебе хочется допустим там тяжелый там какой-то нации вот этот вот приглянулся все а так сейчас получается что большая часть прим танка просто какой-то шлак устаревший иногда выпускают новую какую-то запредельную имбу которую все хотят и купят 3 миллиарда коробок лишь бы ее получить вроде как разработчики могут в баланс в определенном месте вот допустим в конструкторском бюро всегда выходят сбалансированные немного сложной в реализации не имбовые и неплохие нормальные танки но если мы смотрим с высоты имбового танка то это шлак если мы смотрим из глубины слабых танков то это хорошие танки но в итоге что мы получаем что в одном месте где разработчикам надо они в баланс умеют оказывается а во всех остальных местах они не умеют в баланс потому что он им там не нужен вот допустим ветку ты качаешь в ней нет уж всех танков нормальных обязательно должен быть какой-то такой мусор чтобы тебя просто вывернула наизнанку иначе не получишь кайф от прокачки ветки или премиумные танки там тоже баланс фиг найдешь да и вообще там танки еще балансировать и балансировать вроде бы игре уже больше десяти лет аж целых 13 а такое ощущение что танки вообще ни разу жизни рядом с балансом даже не стояли видимо задачи такой не было а сейчас разработчики боятся начать реально нормально балансе танки потому что игроки могут начать вонять потому что вот мою имбу понерфили но до этого когда ветки нерфили когда люди их выкачивали 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 доходили до десятки потом ее нерфили в хлам здесь почему-то разработчиков не волновало то что много людей разочаровывалось и просто уходили с игры ну нафиг они там 200 лет к этому танку шли и он превращался в кактус там сколько вони только было по одному type 5 heavy сначала сделали из него алкаша а потом сделали из него просто силуэт пробиваемый квадрат который просто все любят расстреливать голдой но сколько людей повелись на этот танк выкачивали его а потом просто вот и зачем он им нужен единственное что вот я не пойму за все все годы вот сколько танки существует неужели нельзя было делать танки дисбалансными чуть-чуть зачем всегда выпускать какие-то допустим прям танки из крайности в крайность самый незаметный танк самый быстрый самый пробивающий там танк на 8 уровне основное пробитие 288 неужели нельзя было как-то гонку вооружений и вот эту расхлябанность от слабого к сильному сделать меньше почему всегда из крайности в крайность неужели они не купятся не продадутся и не заиграются а теперь через много-много лет мы видим картину что танки по силе разбросаны так далеко друг от друга что их в кучу попробуй собери и вот опять начнут ли разработчики заниматься балансом или нет вроде там у них на на операционном столе у них лежат самые имбовые танки они на них смотрят вроде как хотят и думают как их понерфить но боятся что игроки очередной раз начнут вонять да конечно они начнут вонять потому что людей приучили за много лет искать имбовые танки идти к ним играть на них они у них становятся любимчиками и у меня раньше много лет назад были любимые танки но сейчас допустим у меня любимых танков 0 потому что все мои любимые танки понерфили превратили в помойку я их либо забивал на них либо даже надо продавал потому что реально если бы был баланс люди бы просто пересаживались танка на танк по кайфу по настроению а сейчас люди просто мало того что проделывают огромный путь к этой имбе потом ее еще могут понерфить и ты по кайфу сразу не пересядешь на какой-то другой танк потому что еще попробуй найди или добудь еще одну имбу потому что играть на обычных или слабых танках в дурдоме двухминутном но это то еще веселье и в целом вот вам еще в конце видео совет не продавайте десятки если вы ее выкачали купили она стоит пускай стоит когда вы ее продаете вы теряете кучу серебра если потом ее будете покупать опять плюс еще неизвестно будут ее апать или нет стоит пускай стоит в итоге у вас со временем соберется большой ангар где есть из чего выбрать и вы не потеряете кучу серебра плюс еще не будет такого что вам не будет на что пересесть когда одну имбу понерфит может быть у вас будет в запасе еще поскольку разработчики там до сих пор не могут понять что они из игры хотят сделать сбалансированную игру или гонять игроков по всей игре за какой-то там желанной имбой а когда уже все десятки поставите в ангаре можете уже переставать и девятки продавать прим танки тем более лучше не продавать поскольку вот тоже разработчики вроде как хотят ли планируют или кто-то из них там себе придумал голове что вот бы прям танки все были сбалансированы и игроки выбирали себе их по кайфу они по имбовости да да пишите свое мнение в комментариях не забывайте в конце никнейм если вы из ru региона с вами был варчик играть красиво всем удачи пока